15 муромских семей сменили ветхие аварийные лачуги на новое жилье. Строительство домов для переселенцев по целевой программе администрация округа ведет в уже третий год. Насколько хорошо жить под крышей дома своего оценила Елена Петрова. Жилой дом для вас по этой программе построен. Надеемся, что вы будете в нем жить долго, счастливо. Еще пахнущий свежей краской новый дом 103Б по улице Первомайской похож как две капли воды на соседней. Совершенно разных людей в них объединила одна на всех огромная радость – возможность выбраться из ветхого жилья. Ключи от собственных квартир получили 15 счастливых семей. Как небо и земля, говорят новоселы. Проживала я на набережной 36, на нулевом, можно сказать, этаже. Очень было сыро, холодно. Сейчас на данный момент в нашей квартире приблизительно где-то 8 градусов. Когда получили, стали вручать ключи. До ключей, когда документы получали, конечно, нам дали посмотреть квартиру. Я осталась очень довольна. Уют в новеньких квартирах переселенцы создадут сами. А вот общедомовой комфорт можно оценить уже сейчас. Просторные коридоры подъездов, современные двери, наличие пандуса и домофона. На все строительные и отделочные работы подрядчик дает гарантию. Данный дом построен по всем нормам и правилам отвечающим. И по безопасности, и по теплу, и по всем нормативам. Соответственно, на данный дом, по нашему законодательству, распространится гарантия с нашей стороны как строительной организации в течение пяти лет. Если вдруг возникнут внезапно какие-то вопросы у жителей, или вопросы у новоселов. То есть мы всегда сразу стараемся оперативно решать эти вопросы. Муром всегда активно участвовал во всех федеральных и областных жилищных программах. Поэтому сегодняшнее событие – лишь один маленький эпизод в большой многолетней работе. Этот дом построен по программе расселения веток и аварийного жилья. В этой программе Муром участвует с 2014 года, то есть третий год. А всего город участвует практически в десяти федеральных, областных и местных программах. И именно по этим программам сегодня представляется жилье для муромских семей. В целом проблема застаревшая и очень важная. Поэтому мы буквально уже сотнями представляем квартиры жителям города Мурома. Но остается еще большое количество старого и непригодного для проживания жилья. Поэтому будем активно работать в этом направлении. И это одна из наших основных приоритетных задач – обеспечить муромлянам нормальную службу для проживания. Строительство нового жилья – лишь полдела. Еще одна задача – снос ветхих трущоб. Аварийные дома по улице Калинина и набережной, из которых переселили муромлян, должны раз и навсегда исчезнуть с карты округа. Возможно, что на их месте в недалеком будущем также появятся новостройки, в которые заселятся другие семьи. В этом круговороте и есть смысл поэтапного развития и преображения мурома. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.